Всем привет, сегодня мы посмотрим на блок питания Макс Титана 800 Вт от компании Энер Макс. Сразу скажу, что это очень дорогой блок питания, то есть это не та модель, которая должна интересовать многих с точки зрения покупки. Но в то же время это та модель, на примере которой можно в принципе узнать, что же такого может быть в топовом блоке питания. Данный экземпляр мне предоставлен компании Энер Макс. Естественно мы проверим блок питания на соответствие титановому сертификату, посмотрим на издаваемый шум в нагрузке, на качество сборки и конечно же посмотрим, что находится внутри корпуса. Модель новая, так что на текущий момент ещё нет ни одного обзора данного блока с демонстрацией внутренностей. Так что вы станете первыми в мире, кто это всё увидит. Обычно я в своих видео не делаю распаковок, но для этого видео будет исключение, так как коробка и комплектация заслуживают внимания. Поставляется блок питания вот в таком виде. Белая упаковка с нанесёнными спецификациями – это всего лишь защитная обёртка основной коробки. Сама же коробка чёрная и матовая, имеет на крышке тиснение с обозначением линейки блока питания и на двух торцах тиснение с логотипом компании. Внутреннее пространство делится на две зоны, в первый сам блок питания, во второй ещё одна коробка. Блок питания в коробке находится в лыжементе из довольно грубого пеноматериала. И кроме самого блока питания в основной секции больше ничего нет. И сразу же видно, что все кабели съёмные и очевидно, что они находятся в отдельной коробке, заглянув в которую, в этом легко убедиться. Все кабели имеют индивидуальную облётку чёрного цвета с вплетёнными белыми нитями. Подобные кабели обычно приобретаются отдельно для каких-то моддинговых проектов. В данном случае они являются стандартным комплектом. И естественно сразу вложено всё, что может быть нужным. То есть два 8-пиновых CPU кабеля для двухсокетных материнских плат или самых топовых оверклокерских плат. Также в комплекте 6 кабелей для дополнительного питания видеокарт. Все эти кабели 2 плюс 6 пин. И они не каскадные, то есть для каждого 6 или 8-пинового разъёма отдельный кабель. При этом стоит ещё отметить, что если нужно 6 пин, то оставшиеся два отдельным коннектором рядом с видеокартой болтаться не будут. Что также положительно скажется на внешнем виде системы. И далее есть ещё несколько кабелей с разъёмами для SATA накопителей и молексами. Также есть отдельный переходник для питания флопика. Но к сожалению нет переходника между SATA и молексами. То есть если нужен например один молекс, то придётся подключать весь кабель с молексами. Ещё в комплекте идёт 2 пакета с холдерами, которые нужны для того, чтобы все провода пускать параллельными пучками. Именно холдеры и позволяют достичь красоты от укладки кабелей. Помимо этого есть ещё 2 комплекта с многоразовыми кабельными хомутами на липучках и несколько одноразовых кабельных стяжек. Есть ещё скоба, предотвращающая выдёргивание кабеля питания. В современных компьютерах резкое отключение питания чревато потери данных на SSD накопителях или даже выходом их из строя. Так что штука очень нужная и почему её нет в других блоках питания мне не ясно. Также естественно есть сетевой кабель, винты крепления блока питания в корпус, наклейка с логотипом компании и ещё какие-то бумажки. Что касается внешнего вида блока питания, то его длина больше минимальных габаритов для блоков питания. Так что совместим данный блок не со всеми корпусами. Дизайн унаследовал черты предыдущей линейки блоков питания Platymax, которые отличались выштампованными стрелочками на боковых торцах. Новая линейка платиновых блоков Platymax DF этих стрелочек лишилась. Видимо они прерогативы только старших продуктов. Что касается внешних качеств, ещё стоит отметить наличие кнопки рядом с выключателем. Она предназначена для временного изменения направления вращения вентилятора и служит для удаления пыли. На самом деле, конечно, эта функция не спасёт от пыли. От вращения вентилятора в обратную сторону есть толк только когда пыли много, и она начинает скапливаться у каких-то попавшихся волосков или шерсти животных. В результате чего это место становится центром образования пылевых комков, которые, как снежный ком, собирают всё больше и больше пыли. Но если на первых этапах этого процесса менять направление обдова, то комья пыли не будет образовываться. То есть эта функция не спасёт от появления пыли, но она усложнит образование слоёв пыли, которые начнут влиять на работу и эффективность охлаждения. И при включении компьютера вентилятор сам проделывает указанную процедуру по смене направлений вращения. То есть кнопка нужна больше для понтов. Уверен, что кроме одного раза вызванного любопытством, ей никто пользоваться не будет. Но затем, после того, как вентилятор покрутился в разные стороны, он останавливается, так как блок питания полупассивный. То есть при низкой нагрузке ему не требуется активного охлаждения. Именно этот факт в большей степени защищает от пыли, так как она просто не будет блоком питания засасываться. Производитель заявляет, что пассивную работу блок питания сохраняет до 55% от максимальной мощности, то есть до нагрузки в 440 Вт. Далее мы это, конечно же, проверим. И также посмотрим, до каких температур нагревается блок питания в предельной пассивной работе при длительном использовании. Далее еще посмотрим на наклейку на корпусе блока питания. Напряжение питания доступно от любой сети, то есть американской и европейской, 60 и 50 Гц. В общем, для блоков питания сейчас это не что-то удивительное, тем более для дорогих. Также видно, что по 12-вольтовой линии блок питания выдаёт заявленный 800 Вт, что сразу нам говорит о том, что основной трансформатор блока питания имеет одну первичную и одну вторичную обмотку. Что также указывает на то, что 5,33 Вольта получается уже из стабилизированных 12 Вольт DC-DC преобразователями. Мне, честно говоря, не хочется разбирать этот блок питания, это как взять новую Ferrari с салона и сразу снять с неё двигатель, чтобы удостовериться, что он там есть. Но всё же обзор не был бы полным, если бы я этого не сделал. Тем более, не вскрыв блок питания, замерить его температуру тоже не получится. Верхняя крышка блока питания крепится на 8 винтов М3 со шляпками в потай, 4 винта по бокам. Обычно в блоках питания винтов всего 4. Данное решение позволяет отодвинуть резонансные частоты корпуса выше, что позволяет применять блок питания при высоких вибронагрузках, в более широких диапазонах частот и большими плотностями виброускорений. Для домашних компьютеров это не очень актуально, а вот в индустриальных целях или для применения на транспорте лишним не будет. На крышке закреплён фирменный вентилятор EnerMax с ресурсом около 18 лет непрерывной работы. Учитывая, что блок питания полупассивный, ресурс можно смело умножать в несколько раз. Что касается самого блока питания, то несмотря на увеличенный корпус, компоновка довольно плотная. И есть 6 дочерних плат, установленных на основную плату. По маркировкам на плате установить точно производителя блока питания возможности нет. На основном трансформаторе есть надпись о принадлежности его к CWT. Однако аналогичного блока питания в ассортименте компаний нет. Так что либо платформа разработана не CWT и они всего лишь занимаются сборкой блоков питания, либо эта платформа создана под определённого заказчика и продавать в любом другом виде блоки питания на этой платформе CWT не может. Также можно увидеть в нескольких местах, что и основная плата и дочерняя плата рассчитаны только на две модели блоков питания, а именно на 750 и 800 Вт. То есть старшие блоки линейки Max Titan общего с рассматриваемым ничего не имеют. Что касается внутренностей, то подробно осмотреть их нет возможности, так как до большей части элементов нельзя добраться, а часть маркировок закрашена. Но можно увидеть, что есть входной фильтр, который по плате разбросан чуть сильнее, чем это бывает обычно. За ним следует диодный мост, состоящий из двух сборок на отдельном радиаторе. Далее видно два дросселя PFC, помещенных в отдельные корпуса. Затем на двух радиаторах расположены элементы высоковольтной части, маркировки которых недоступны для чтения. Далее видно два конденсатора. Что интересно, разных производителей, но обоявляются производителями первого эшелона. В принципе все электролитические конденсаторы фирм заслуживающих доверия и высокотемпературных серий. Далее видно три дочерних платы. К одной из них подключен вентилятор и кнопка смены направления вращения. На этой плате также имеется два разъема, аналогичных тому, что имеет вентилятор. Но при этом подписаны распиновки у разъемов разные. Напротив этой платы расположена плата, содержащая элементы дежурного питания, включая маленький трансформатор. К этой плате приклеена еще одна плата, скорее всего содержащая шим-контроллер и прочие мозги блока питания. Рядом с ней располагается основной трансформатор, имеющий одну первичную и одну вторичную обмотки. Толстые провода вторичной обмотки выходят сверху на еще одну плату, на которой расположены не менее 8 элементов, внешне напоминающих мосфеты. Сами элементы не прикрыты радиаторами, скорее всего они отдают тепло через внутренний слой металлизации на плате на расположенные рядом маленькие алюминиевые ребра. К сожалению при тестировании их температуры мне удалось замерить только пальцеметрическим методом. На еще одной дочерней плате расположены два комплекта DC-DC преобразователей, которые преобразовывают стабильные 12 вольт в 5,3,3 вольта. На дне блока питания есть только россыпь сглаживающих конденсаторов. Также стоит отметить, что отдельная плата с выводными коннекторами имеет часть кабелей, которые проходят близко от радиатора мосфетов. В крышке блока питания имеется специальная перегородка, которая вставляется между радиаторами мосфетов и этими проводами. Но вставляется она не сама, ее надо при сборке пропихивать в нужное положение. Если это не сделать, то пользование блоком питания продлится недолго. Благо не думаю, что многим придется разбирать данный блок питания. Начинка блока питания в корпусе держится на 4 винтах и 2 гайках. Винты имеют пружинные разрезные шайбы и невыпадающие шайбы, что также важно для применения блока питания на транспорте и в особо ответственных системах, в том числе системах управления чем-либо и различных систем жизнеобеспечения. Все крепежные отверстия имеют металлизацию на общий контакт с маркировкой «знаком заземления». На плате с выводами почти все свободное пространство утыкано сглаживающими конденсаторами. На обратной стороне платы, кроме металлической пластины, увеличивающей толщину пайки, ничего интересного нет. Ожидаемо, что флагманский блок питания от фирмы, специализирующийся на дорогих блоках питания, внутри никаких недостатков нет. Настало время провести тесты, а именно измерить КПД, проверить на соответствие сертификата 80 плюс Титаниум, а также проверить на соответствие с заявленным значением, указанным на сайте и по мощности и по КПД. А также проверить пассивный режим работы и температуру и издаваемый при работе шум. Критерием пассивной работы будет 20 минут при постоянной нагрузке при комнатной температуре. Но начнем мы с измерений КПД и напряжений основных линий 12, 5 и 3 и 3, а также дежурных 5 вольта под нагрузкой. Правда напомню, что моя нагрузка идет только по 12 вольтам, то есть получение кросс нагрузочных характеристик мне недоступно. А также учитывая, что в блоке питания 5 и 3 и 3 вольта получается от преобразования стабилизированных 12 вольт, а не групповой стабилизации, то нагрузка по 12 вольтам на поведение 5 и 3 и 3 вольта никак не должна сказаться. Что касается соответствия измеренных характеристик, заявленным на сайте NRMAX, то на 10, 20 и 50 процентов у меня получились значения чуть меньше, а на 100 процентах чуть больше. В целом все в рамках погрешностей. Максимальные значения КПД у меня получились в районе 60 процентов загрузки блока питания и превысили 95 процентов. Но если к этим данным прибавить еще требования титанового сертификата для 230 вольт, то видно, что ни заявленные проценты на сайте, ни измеренные показатели титановому сертификату не соответствуют. И тут надо рассказать про то, как производители получают эти сертификаты. А получают они их в основном при тестировании в сетях 115 вольт. И это не только NRMAX так делает, а почти все, кроме сугубо серверных решений. И там требования для титана на 2 процента ниже, при том, что разница в эффективности есть только в малой части блока питания, а именно в высоковольтной части, которые на итоговые 2 процента не тянут. И этим требованиям для титана блок соответствует. И в тестировании при получении сертификата получены лаборатории значения чуть-чуть ниже полученных мной на 230 вольтах. Что касается стабилизации напряжений, то мой экземпляр блока питания стабилизирует 12 вольт на уровне 11,95 вольта в среднем. А разброс напряжений в диапазоне от 6 до 103 процентов загрузки составил плюс-минус 0,6 процента. Про напряжение 3,3,5 вольта я уже говорил. Как и предполагалось, они от нагрузки по 12 вольтам не изменяются. Дежурка в простое составляет 5,2 вольта и по мере увеличения нагрузки по 12 вольтам до 100 ватт проседает до значения 4,92 вольта и далее до полной загрузки не изменяется. В целом результаты отличные. Далее разберемся с пассивным режимом. Я сразу выставил мощность согласно заявленным 440 ваттам. Далее если блок питания будет переходить на активное охлаждение, я буду уменьшать мощность и искать предел для пассивной работы. Если не будет, то повышу мощность и опять же таки буду искать предел для пассивной работы. Также стоит отметить, что блок питания у меня будет расположен вентилятором кверху. То есть так же как положено устанавливать в корпуса полностью пассивные блоки питания. А насчет правильности направления установки полупассивных блоков питания до сих пор единого мнения по этому поводу нет. Звучит это как тема для отдельного видео. Непрерывная нагрузка в течение 20 минут показала, что при комнатной температуре блок питания сохраняет пассивный режим работы. То есть для подавляющего большинства компьютеров с одной видеокартой данный блок питания будет работать как полностью пассивный. Температура при этом получается более чем приемлемой и не вызывает никаких опасений. Добавив примерно 50 ватт я провёл аналогичное тестирование. Блок питания в течение примерно 11 минут сохранял пассивный режим работы и я решил ещё подбавить нагрузки, но это уже вызвало активацию активного охлаждения. В целом можно сказать, что пассивная работа возможна даже при чуть более высокой нагрузке, чем заявлено производителем. И далее проверим температуру при полной загрузке. Также был проведён 20-минутный стресс-тест на полной нагрузке. В конце я хотел показать, что скорость вращения вентилятора видна по бегению наклейки. Подвёл автофокус на камере, но в целом можно говорить о скорости порядка 700-800 оборотов в минуту. Температуры также приемлемы, но всё же радиатор мосфетов нагрелся прилично. Пару дополнительных ребер не помешало бы. Но данные температуры ещё градусов на 30-40 не доходят до опасных значений для мосфетов. При том, что обороты вращения вентилятора так и оставались на низком уровне. Что касается шума, то гудения или писка от блока питания не наблюдается. Уровень шума от вращения вентилятора при максимальной нагрузке можно охарактеризовать как крайне низкий. То есть слышно его только вплотную и в полной тишине. Работа блока питания на нагрузке в 800 ватт не будет слышна, даже если системный блок компьютера будет стоять на столе. Но для многих систем данный блок будет и вовсе пассивным. Ну и теперь перейдём к выводам. Стоит этот блок питания в районе 19-20 тысяч рублей, по крайней мере столько стоят сопоставимые решения от конкурентов. И это объективно дорого. То есть если у вас цель собрать систему максимально дорого, то этот блок питания можно рассматривать в качестве покупки. Также в этом блоке питания есть ряд решений, которые повышают его сопротивление к пыли, вибрации и прочим воздействиям. А также имеется большой запас по охлаждению, так как даже с максимальной нагрузкой скорость вращения вентилятора была на минимуме при комнатной температуре. То есть блок питания можно эксплуатировать в помещениях, не рассчитанных на присутствие людей, либо рассчитанных на временное их пребывание. И цель его это долгая и бесперебойная работа компьютера в этих условиях. Для домашнего компьютера это также не шибко актуально. Есть у блока питания свои недостатки. Первый – это непонятки с гарантией. На сайте указано 10 лет, и это нормально для данного класса устройств. А на коробке 5 лет, что для данного класса устройств маловато. Второй недостаток – это то, что холдеры для кабелей только для проводов с 5 и 6 строками проводов. То есть для 24-пинного кабеля отдельного холдера нет, что заставит некоторое время поковыряться, чтобы сделать всё красиво. Дополнительно усложнит работу то, что со второй стороны кабель разделяется на два коннектора. И в итоге проводов в кабеле не 24, а на 3 штуки больше. И их надо будет как-то маскировать. Причём, если от остальных людей замаскировать их возможно, то вот от себя нет. Так как вы в любом случае будете знать, что они там есть. И это может быть не очень приятно для тех, кто хотел максимальный перфекционизм навести. С точки зрения техники, недостатков у блока питания нет. Надеюсь, видео было полезно или интересно. Если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова